добрый день дорогие друзья вы на канале мода с владаной вот сейчас я вам подготовила платье которое находится у меня в ателье в работе и вот вы видите такую интересную красоту которую мы сделали из платья обычного в пайетках которая стала маленькая и клиентка обратилась к нам чтобы мы его расшили и модернизировали вот вы видите что у нас получилось и сейчас вы посмотрите процесс его создания мне его принесла клиентка она его откопала в своем гардеробе и платье уже лет десять но она одевала его несколько раз и захотела что-то с ним сделать ну во первых главная проблема заключалась в том что оно на нее стало мало и нам нужно его расшить но это мелочи так как ей захотелось его насытить креативом как она сказала чего-то придумать эдакого расширить нам его необходимо было на 8 сантиметров и закрыть зону плеча и верхнюю часть руки вот мы видим платья что было по расширению по расширению в общем-то это не проблема мы вставили полосу которая нам решила эту проблему с объемом здесь в этой полосе у нас молния вшита и разрез внизу что мы будем делать с верхним поясом с верхним поясом мне захотелось поддержать эту черную черный стержень по спине захотелось поддержать воротником и объемными воланами рукавами для этого я подготовила оборки сейчас я вам покажу это я нарезала полосы в готовом виде 18 сантиметров полосы метр тридцать длиной и сшив их две между собой вот у нас шов у нас получилась длина этой полосы этой оборки 2,60 а ширина 18 сантиметров одну сторону естественно я собрала собрала до длины метр десять ну и теперь я хочу показать как я буду формировать наш верхний пояс наш креатив начинаем закалывать вот к спинка вы видите на спинке мне захотелось сделать ей воротничок я пока это все накалываю эту идею наше будущее а потом мы все это аккуратненько пристрочим когда уже сформируется наша красота я приколола к горловине спинки и плавно перехожу на пройму пройма у нас заведена на плече то есть вы видели достаточно узкое плечико поэтому я буквально с плечевой линии перехожу на нашу пройму и попадают на пайетки ну ввиду того что тенденции моды сейчас пайетки блеск клиентка захотела это платье дать ему новую жизнь она у нее дома хорошо повисела попылилась и теперь мы его ей приведем к новому виду реанимируем дадим ему новую жизнь я накалываю эту нашу оборочку по пройме вот она началась от середины спинки и сейчас я ее по кругу нашей проймы прикалывая пришла к плечевому поясу в верхней части нашего плечевого пояса я захотела сформировать цветок чтобы у нас были не просто воланы но еще и розы на плечах вот у нас над ручкой на ушей возникает вот такой красивый цветок так 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 формируем среднюю часть нашего цветка вот такой вот объем это все можно будет сделать и закрепочки так так практически один рукав у нас сформирован и вот такой вот красивый рукав болерон переходящая в воротник сейчас я приступаю ко второму рукаву вот наша собранная огурочка которая была первоначально длиной 2,60 шириной 18 сантиметров точно также я начинаю с нашей спинки горловинки здесь мне захотелось сразу над змеечкой оставить разрезы на нашей такой вот красивой оборке горловинки вот чтобы она вот таким вот выкладывалась воротничком на спине и дальше мы продолжаем по горловине накалывать сегодня у меня будет примерка с девочкой я уже ей рассказала мы с ней эскизировали и в общем-то идея моя ее заинтересовала и вдохновила ткань очень красиво нарядно смотрится но еще плюс ко всему и держит форму то то есть она как раз соответствует необходимой задаче которая которую мы перед собой перед этой моделью перед этим фасоном поставили вот мы прошли нашей оборочкой по кругу теперь я в районе плеча перегибаю и делаю еще за как бы закручиваю нашу розу наш цветок девочка певица это платье это такой сценический образ платье для сцены ну вот практически наши воланы рукава цветы зацвели на плечах ну вот сейчас я сформировала вот такие красивые оборки цветы рукава вот здесь вот здесь вы видите на спинке вот такой интересный воротничок вот он вот так выкладывается настолько все вместе собралось на на черном стержне вот эта вся конструкция дополнила пайетки и успокоила этот блеск дополнила таким креативным содержанием вот я сейчас вам потихонечку буду поворачивать вот естественно это все приподнимется на наших плечиках на ручках и уже непосредственно на примерке я доведу наши цветы подберу их в нужных местах сформирую эти розы сейчас вот для видео быстро возможность вот создания такого эффектного верха это можно сделать на любом платье для наших воланов оборок понадобился достаточно плотный шелк который с красивым таким благородным блеском отливает и держит форму то есть главное условие это то чтобы шелк или же ткань была вот такая вот плотная и не разваливалась держала форму потому что я даже эти оборки не проклеивала если допустим ткань может быть потоньше тогда необходимо ужесточать но мне не хотелось здесь дополнительной жесткости мне хотелось чтобы одновременно присутствовала легкость но и держался наш объем вот вы видите получилось такое эффектное платье для сцены для юбилея вечерняя для но для встречи нового года для любого торжества великолепное платье форма королевская зазвучали эти оборки очень красиво эффектно и просто в принципе платье простое с маечным верхом можно так украсить также просто как эта оборка пришилась эту оборку можно и убрать то есть никакого особого труда это не составит ну что вот мы закончили собрали наши оборки в цветы наш образ закончен я надеюсь он вам понравился ставьте пальчик вверх мне очень приятно ваша поддержка всего вам доброго до новых встреч на канале мода с владаной